Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду я, Михаил Горин. Мои собеседники – израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Горин. Добрый день, коллеги. Добрый день. Учитывая, что вы оба Марка, то я буду обращаться как-то с добавлением фамилии, чтобы мы не запутались и сразу предупреждаю зрителей, что подпись, которая стоит под окном с Марком Гориным, это не его компьютер. Тут есть технические проблемы, поэтому подпись другая. Нужно было все это объяснить. Хорошо. Извините. Теперь по поводу темы нашего разговора. Она пойдет о бывшем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе и премьер-министре Израиля нынешнем Бениамин Тиньягу. Дело в том, что имя Трампа все чаще звучит в последнее время в новостях. Во-первых, он, скорее всего, будет участвовать в праймерис от республиканской партии на ближайшие президентские выборы США. И, судя по всем опросам, он на этих праймерис может победить. А с другой стороны, он проходит по нескольким уголовным делам, по которым, по уверениям самого Трампа, его могут переговорить к сроку, я вот прочту, чтобы не ошибиться, 561 году беременного заключения. И это не фигура речи или не попытка как бы шокировать своих зрителей и слушателей, а действительно те дела, по которым он проходит, они настолько тяжелы по своим обвинениям, что наказание там грозит очень серьезное. Но вот этот вот необычный феномен или парадокс, когда человек находится под тяжелыми обвинениями, в том числе преступления против государства, в то же время это никак и даже наоборот в положительную сторону отражается на опросах по его популярности как политика. И это позволило многим экспертам, политологам и журналистам, особенно на Западе, сделать неожиданное сравнение Трампа с Бениамином Тиньягу, который тоже находится под уголовными делами, он подсудимый по нескольким уголовным делам. Но это, я имею в виду именно вот это обстоятельство, никак не отражается на его политической популярности. Вот в этом мы попробуем разобраться. Марк Атлярский, вопрос первый к тебе. Это нормальное вообще явление, на твой взгляд? Это явление ненормальное. Ненормальное оно потому, что в обществе, к сожалению, укоренился такой некий стереотип, который, так сказать, это даже не стереотип, стереотип это еще полгода. Я бы сказал, что это нарратив, который достаточно активно внедряется, так сказать, особенно леворадикальной части мирового сообщества. Это мы наблюдаем повсюду. Это не только касается Трампа и Нитани Ягу. В данном случае они просто яркие фигуры, и так соскало по времени. Да, совершенно верно. Тут можно припомнить, скажем, Курца, Севастяна Курца, бывшего канцера Австрии. Можно припомнить... Берлускони. Не только Берлускони. Почему? Берлускони, само собой, вознялся нынешний премьер-министр Италии, который изменяет вину, что она там в 14 лет состояла в неофашистской организации. Бенгвиру постоянно пеняют, что он якобы там бы обвинялся чуть ли не в терроризме и так далее. Этот стереотип, этот нарратив внедряется не зря. Внедряется он с той лишь целью, чтобы доказать, что, дескать, ну вот человек сидел в тюрьме. Это плохо. Но я напомню, что в тюрьме сидела куча знаменитого народа. Сидел в тюрьме Оскар Уальд. Сидел в тюрьме... Сидел в тюрьме еще как бы куча всякого народа, который на самом деле мало что сидел, сидел как бы, собственно говоря, каким-то надуманным приговором и так далее. То есть как бы масса знаменитых людей. Это отнюдь не умаляет их достоинств. Но нам все время стараются говорить, как-то человек сидел в тюрьме. Значит, он не может там управлять государством, писать стихи, заниматься наукой, заниматься искусством и так далее. Это я грубо, конечно, говорю. Но в принципе, как бы, принцип такой, это то, что я называю либералофашизм. Либералофашизм, который признает, не признает получанов, который говорит о том, что есть только два мнения. Мое и неправильное. И вот это неправильное мнение, оно, так сказать, всегда всячески преследуется. Поэтому, так сказать, да, ты прав, как бы, да, почему Нитаниягу и Трамп? Потому что это два действительно, как к ним не относись, я еще раз подчеркиваю, я хочу быть правильно понятым, я это повторяю в каждой программе. Я не являюсь стопроцентным поклонником ни Трампа, Нитаниягу, ни Нитаниягу. У меня к ним есть масса каких-то определенных претензий, так сказать. И они для меня не являются иконой, и они у меня не висят на стенах, да. Но вместе с тем, я, как человек объективный, хочу сказать, что нельзя не признавать, что они действительно яркие личности, да. То есть, как бы, как... Я считаю, что так должен поступать любой нормальный человек, да. Я, например, немножко отвлекусь, Миш, но это полсекунды буквально. Буквально, да, потому что я хочу передать слово Марку. Недавно, недавно, вчера, по-моему, позавчера, за два дня до нашей программы, отмечался 100-летний юбилей Шимона Переса, да. Я не принимаю политической позиции этого человека, но я считаю его ярчайшей личностью, как бы человеком феноменального таланта политического и такой яркой звезды вообще на мировой политике, не по своде мировой политики, не только израильской. Почему этого, я не понимаю, почему этого не могут делать другие? Почему вот это застит глаза, вот этот стереотип, этот нарратив, он под судом, он под следствием, значит, с ним нельзя иметь дело, он не должен управлять государством, стороной писать книги, стихи, снять музыку. Понятно. Марк, в принципе, Марк Горин, да, вопрос к тебе, в принципе, тот же самый, я только хочу напомнить, что я попросил, если можно, чтобы ты тоже, как бы это, не обошел вниманием этот момент, высказать свое отношение, вот к какой проблеме, может быть, я недостаточно точно выразился. Два, ну, скажем так, ярких политических деятеля, Натаньягу и Трамп, у обоих, чтобы не вдаваться в подробности, очень серьезные нелады с законом, у каждого в своей стране, по очень серьезным пунктам обвинения, но, тем не менее, оба пользуются огромной популярностью, и эта популярность никак не коррелируется с теми обвинениями, которые им предъявляются. Ну, хорошо, раз ты подчеркиваешь вот мысль, которую ты завершил в свои слова, то давай с нее и начнем. У меня были другие... Марик, нет проблем, отвечай, как тебе удобно. Неважно, неважно. Значит, окей, ты, наверное, ты прав. Значит, ну, это действительно два очень ярких, человека, стоящих во главе, ну, в нашем случае, исполнительной власти, а в случае со Соединенными Штатами, стоящих когда-то во главе государства, и претендующих вновь на этот пост, передачи архитеков, они оба находятся под судом, в смысле им предъявлено обвинение, но я вовсе не считаю, что они как бы уже... уже их можно назвать... над кем сверчился приговор, как говорится. Приговор выносит только суд, и пока приговор не вынесен, они не виновны. Им предъявлено обвинение, но они не являются виновными. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. Ну да, Трампу, так сказать, можно говорить 561 год по тем статьям, которые ему инкриминируются. Ну, там очень большая страна, у нас страна гораздо меньше, поэтому нашему премьер-министру инкриминируется гораздо меньше сроки. Естественно, масштаб этого дела. Тем не менее, я думаю, что... И это действительно родни-то деревья города Стадьева находятся под судом, но я думаю, что... Вот то, чего бы ты говорил, завершение, это не совсем однозначно. Насколько известно, рейтинг Трампа действительно растет, и республиканцы принимают его версию о том, что это, так сказать, политическое преследование. Ну, судя по... Потому как, действительно, судя по опросам, судя по нашим вопросам, рейтинг не распадает. Растет скорее рейтинг Ганса. Мария, извините, я перебью, чтобы не зацикливаться на этом моменте. Я не говорил, что не падает. Я специально оговорился, что конкретно уголовные дела не повлияли в свое время, когда они были открыты, и начался суд на рейтинг Натаньягу. Это отмечается во всех опросах. Что эта часть на его популярность не влияет. Ну, может быть. У меня несколько иное мнение. Но, тем не менее, возможно, и не влияет. Влиять и другие вещи. Понимаете, какая штука? Рейтинг или там результаты опросов штука очень психологически тонкая и сложная. Смотрите, что происходит. Я думаю, что Трампу избиратели верят, что его волнуют интересы страны в первую очередь. окей, он их понимает по-своему. Но так считают его избиратели. Что касается нашего премьер-министра, то избиратели все больше и больше убеждаются, что он больше озабочен своими личными интересами, нежели проблемами страны. Я приведу конкретный пример. Абсолютно очевидно тем, кто следит, что Таньягу не нравится. Я не буду называть это реформой. Это ужасная неправда. Это не реформа, но, так сказать, группа законов, предложенных министром юстиции Левином и Симка Ротманом, председателем комиссии подзаконодательством. Ему это очень не нравится. Он чувствует себя от этого плохо. Он вынужден говорить по-английски одно на иврите, другое. И, тем не менее, он поддерживает рекорду, потому что это в его интересах. Это большой шанс освободиться от судебного преследования и так далее и тому подобное. Ему не нравится то, что происходит сегодня с Федерным судом. Он всегда говорил, что он уважает менее Верховного суда. Сегодня он, по сути дела, ну, идет на поводу у тех, кто хочет искалечить Верховный суд и отнять у него полномочия нормальной судебной власти. То есть, поставит нас за пределами демократии в странах. Я не голосую Занит Эмьяку. Мне не нравится он как руководитель. Он, безусловно, умный и опытный и яркий лидер. Это сто процентов. Он не может этого не понимать. И, тем не менее, он поддерживает то, что творят Левин и Ротман, безусловно, в интересах своих личных. Потому что обществу это категорически не нравится. Хотят уязать врачи, хотят уязать хай-тековцы, против юристы, боевые офицеры не хотят служить. Нет, не армии, а данному правительству, которое творит эти вещи. Это тоже понятно. Просто сейчас объяснять теоретические формулировки у нас не для этого программы. Можно по-другому раз. Короче говоря, мы видим то, что видим. Да, этих лидеров многое родит. Кроме того, между ними были очень хорошие когда-то отношения. И для Израиля Трамп очень много сделал, находясь на посту президента. Другое дело, что он не успел получить ответ и берегу согласен. Господин генерал был согласен с тем, что расплатой за все то, что сделал Трамп с нашей стороны будет согласие на палестинское государство. Известно, может, такая договоренность уже была. Просто вмешался ковид и накануне выборов президента Соединенных Штатов были наши выборы и Трамп обещал не говорить об этом вслух до наших выборов. Это все было отклонено. Ручше говоря, между ними много общего, но роднит их главное. Трамп действительно озабочен интересами своей страны, господин Экияру, действительно озабочен своими личными интересами. Ну, отсюда и речи. Марк Атлярский, вопрос к тебе по поводу так называемого судьбы вообще в принципе главы правительства в стране и что с ним делать, если он каким-то образом оказался под судом или просто даже обвиняемым, а еще не под судом, как у нас в Израиле с Натаньягу. В Израиле многие считают на примере, обращаясь к примеру Бениамена Натаньягу, что должен быть введен так называемый французский закон. Я напомню тем, кто может быть не в курсе, что французский закон во Франции не преследуется президент, действующий президент, пока он находится у власти, пока он исполняет свой президентский срок. Следствия по его делам могут вестись, но в реальности в качестве объекта следствия он может стать только завершив свою президентскую каденцию. Вот так же такой же закон считается, что должен быть введен в Израиле, чтобы любой премьер-министр не ходил все время под домокловым мечом каких-то напрасных обвинений своих политических оппонентов. Есть одна проблема. В Израиле премьер-министр это один из премьер-министров, просто его назначили главным. Он не избран народом, он избран народом как депутат, но не как глава государства, не как глава правительства. У него нет такого мандата на управление страной от всех. На твой взгляд, вот это противоречие начисто исключает такую формулу, как французский закон, его применение в Израиле, или все же нет? Ну, я не думаю, что оно так уж сильно исключает. Во всяком случае, принятая поправка к закону, к основному закону, который, когда мы сегодня записываем эту программу, обсуждалось в высшем суде справедливости, принятая поправка к закону, которая, скажем, гласит, или которая предназначена именно для того, когда можно признавать президента недееспособным, то есть, объявлять ему и письменно отстранять его от управления страной, говорит о том, что такое возможно, что, собственно говоря, то и вменяется вину Нитаниягу, он провел эту поправку в своих интересах для того, чтобы, так сказать, уже делать то, что он захочет и, так сказать, несмотря на то, что он нарушает так называемые соглашения о конфликте интересов. Это вот, если вкратце говорить о претензиях, подъявляемых Нитаниягу, это, как бы, конечно, так сказать, с этой целью, собственно говоря, и собрался сегодня Верховный суд, который, кстати, я имею в виду день, когда мы записываем программу, были многочисленные премии, так сказать, выступали и те, и другие стороны. Суд, кстати, самый интересный, никакого решения так и не принял по этой поправке. Это предварительное было заседание. Да, это было предварительное заседание, поэтому я думаю, так сказать, нам стоит подождать решение суда, и, так сказать, мы тогда будем, что называется, умнее. Я думаю, что вообще, как бы, ситуация обстоит несколько совсем не так, как ее описал мой коллега Марголин, точнее, он ее описал очень правильно, но с точки зрения только определенной части общества, которая составляет меньшинство. Это он немножечко забыл, это бывает, потому что на самом деле большинство, напомню, избранное демократическим путем, избранное, еще раз подчеркиваю, демократическим путем, и которое составляет более трех миллионов человек, проголосовало за тот состав правительства, которое его возглавляет, и за те законы, которые это правительство утверждает. Поэтому, так сказать, смешно слушать насчет большинства общества, насчет покидающих там страну, это все сказки, которые, так сказать, на самом деле, которые пугают владельцев, лежащих в колыбели. На самом деле, статистика и показатели говорят об обратном. Достаточно в качестве примера насчет бегства хайтека привести пример Интеля и Амазона, которые, так сказать, в ближайшие 10-15 лет вложат в страну стартапы порядка 10-15 миллиардов долларов. Так что насчет бегства не надо нам рассказывать. Это пусть, так сказать, для тех, кто не очень хорошо понимает, что происходит в стране. Теперь, значит, по поводу того, что как бы это персональный закон, как, кстати, сегодня выступая на заседании Верховного Суда, на заседании Богатства, Высшего Суда Справедливости, говорили о том, что эта поправка, дескать, носит персональный характер и это в интересах Биби Нициньягу. Я, кстати, не согласен насчет того категорически, что он там печется о своих собственных интересах. Это тоже неверно, так сказать, его роднит с трапом именно то, что действительно эти два человека в отличие от многих, которые действительно пекутся о своей стране. И речь идет в этой поправке о том, которая дает, как ты правильно сказал, возможность, скажем, реализовать вот этот французский закон. Это касается любого премьер-министра. То отстранить его можно будет только в случае, так сказать, если он технически несостоятельен и не в состоянии управлять страной. Все остальное, так сказать, дайте ему возможность доработать. А после этого, если у вас есть прецензии, предъявляйте ему прецензии в судебном порядке. Марк Котлярский, спасибо. Марк, у тебя есть возможность, собственно говоря, ответить на все то, что говорил твой собеседник. Пожалуйста. Давайте два слова о правительстве, которым также гордится мой старый друг и, в общем, давний полемический партнер Марк Котлярский. Это группа, которая пришла в правительство, политическая группа. Она обещала перед выборами резкое снижение цен и повышение уровня безопасности. Насколько эти обещания... И вот, собственно, на этих обещаниях она и получила то количество голосов и мандатов, которые она получила. Насколько эти обещания выполняются, наш служб видит сам, я не буду говорить, потому что это не имеет смысла. Это по поводу правительства, о котором говорил Марк. Что касается французского закона, для того, чтобы у нас мог нормально состояться называемый французский закон, нам надо сказать, в кавычках, Франции, то есть президентской республикой, в которой оговорены количество сроков, максимальное количество сроков, которые конкретный человек может занимать, поста руководителя государства или исполнительной власти в государстве. Соединенных Штатов ее два срока, во Франции не помню, но нет, не имеет значения. Только в этом случае можно принять французский закон. В противном случае мы, по сути дела, назначаем премьер-министра пожизненно. Значит, в этой поправке, о которой тоже Марк сказал, что она его устраивает, не хватает только одного пункта. Это о наследственной власти. Потому что опережь по наследству. Все остальное... Марк, извини, походу, тебя могут возразить, что есть страны, клубы демократических, которых предпочисляет себя Израиль, где нет президентской республики, и тем не менее срок... Точнее, есть по сути своей президентская республика, а срок действия исполняющего эти функции не ограничен. Та же Германия... Правильно, но там нет... Извини, но там нет французского закона, о том, что... Там нет и ограничения срока действия. Все верно, и нет французского закона. Нет французского закона, нет ограничения. Есть ограничения, может быть, придет французский закон. Поэтому это однозначно должно коррелироваться. Я все-таки и соотнесусь насчет начала нашей программы. Я так понял, Марика, если ирлогически продолжать его мысль, светлую мысль, то тюрьма украшает человека. И политически, значит, если мы говорим о Пересе, то единственное университет, что он не сидел в тюрьме. И вообще, давайте, чтобы каждый политик мог пользоваться авторитетом. Вот Айдерий, например, сейчас всячески подвигает законодательство для того, чтобы он мог стать министром. Естественно, потому что он рецидивист, он не раз был под судом. После уголовного наказания, естественно, ему надо дать возможность стать министром. Это в логике Варика, это нормальное развитие событий. И, собственно говоря, я в общем искренне желаю всем сегодняшним министрам, ну, как бы найти себя на этом поприще, ну, а уже потом вновь предлагать избирателю своей кандидатуры для занятия определенных должностей. Марк Котлярский, Марк Горин участвовали со мной в этой беседе. На этом все. До свидания. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok